Вот, вот это я понимаю, интеллектуальное видео, сразу подписка, лайк. Итак, за окном уже 2019, и все по-прежнему стабильно, салаты съедены, а дела идут лучше некуда. С маку и наслаждаясь этой терпкой атмосферой, я случайно заглянул в зеркало и внезапно осознал. Хера я старый. В следующий момент я уже пенял на боль в суставах, искал собачий пояс и хаял молодежь за музыкальные предпочтения. Да, ребята, вот так оно и происходит. Вроде бы только вчера паркурил с пацанами по городской стройке, а сегодня уже с большим усилием удается разобраться в твиче. Понимая, что конец близок, а священник скорее всего уже выехал, я осознал, что должен поделиться некой мудростью с подрастающим поколением. В этой жизни я был хорош в трех вещах. Это подкитной дурак, портвень 3 семерки и забористые видео гамезы. Первые две уже не актуальны, а вот игры очень даже. Поэтому почему бы мне не рассказать о серии, которая была не просто развлечением твоего молодого бати, а полноценным символом эпохи 90-х годов. Не боись, тут все будут в плюсе. Молотняк в перерывах от форнайтовских танцев будет козырять перед корешами и геймер-гюрл знанием великой ретро-классики. А мы с коллегами-бумерами осушим по баночке зеро и вновь посетуем, что раньше трава была зеленее, а наше время уже ушло. Хотя, учитывая положение, ретро уже скоро станет реальным. Те, кто уже какое-то время следит за моим творчеством, думают, что я тут такой фанат JRPG, аниме, манги, синен, лоликон, атакон и прочие не совсем гетеросексуальные вещи. Открою жуткую тайну, я вообще не фанат. И поэтому сегодня мы разбираем максимально брутальное мужицкое тестостероновое творение под названием... Street of Rage Которая как бы тоже японская, но сделаем вид, что вы этого не заметили. Велить глубокие и аналитические видео ща уже не модно, так что я в стиле Hello, Fellow Kids буду вставлять рандомные картинки, анализировать, сидя на диване и не смешно шутить. Собственно, поехали. Street of Rage это серия beat'em up, состоящая из трех номерных игр. Разрабатывалась компанией Sega и выходила в период с 1991 по 1994 года на божественной приставке Sega Mega Drive. Изначально это была не особо серьезная попытка скопировать конкурентную серию Nintendo под названием Final Fight. И забегая вперед, они ее просто раскатали по всем фронтам. Для тех, кто вообще не шарит, поясняю, что такое beat'em up. Да но. Главные герои. У них есть здоровенные кулаки, а также сотни разнообразных злыней. Так вот, основная задача это проводить взаимодействие между нашими кулаками и лицами наших врагов. Как видите, все гениальное просто. Главное правильно обставить. Из относительно свежих примеров могу назвать серию Якунза. Ведь если опустить ее сюжет, походы в караоке и клуб Саншайн, то core механика игры это именно beat'em up. Где мужики, у которых брутальные даже брови, выносят кабины представителям преступного мира в городских и окологородских локациях под эпичное музло. А чтобы он не заскучал, ему периодически подкидывают боссфайты, для прохождения которых жизненно необходимо оголить торс и поднять уровень эпичности минимум в 4 раза. Сейчас для такого гомеровские сюжеты пишут с неожиданными поворотами, заворотами, обворотами. Но в те уже далекие времена, все было максимально просто и понятно. Есть город. Властьюм захватывают злые злодеи. Полицаи куплены, а выборы прозрачны. Ну и собственно кругом беззаконие, разрушение, насилие, грабеж, село кутеж и все в таком духе. И тут на сцену выходят главные герои, чей... МОТИВЕЙСИН Настолько прост и понятен, что ее поймут даже те, кто купил антхем по предзаказу. Наши ГГ жаждут свергнуть преступный синдикат и вернуть всю власть народу. Поэтому они решают просто. И все, никаких вам телячьих дилемм и прочих соплей сахаром. Все максимально маскулинно и брутально. Вы просто идете по уровням и решаете проблемы своими кулаками в стиле настоящего альфа-доминатора, как и завещали 90-е. Играть нам предлагалось за одного из трех персонажей Белый цису-гнетатель и мастер рукопашного боя Аксель Стоун, дзюдоистка А также первая в моей жизни в айфу Блейс Филдинг и боксер Адам Хантер, которого мы почему-то называли словом на букву Н Не палец, а не то, о чем вы подумали грязные республиканские расисты Не поверите, но играть за каждого из них приходилось с умом Ведь если Адам выносил вражин со страшной силой, но делал это в стиле бухово-бати То няшка Блейс прописала техничные трипл-эс-камбухи Правда их сила была сопоставима разве что с хорошим таким пич-слэпом Иначе говоря, каждый из них имеет свои слабые и сильные стороны Отсюда различные стили прохождения и хорошая для того времени реиграбельность По геймплею все максимально просто и доступно Идем по уровню слева направо и выносим лица кулаками, ногами, коленями, бросками, ну и конечно же А когда этого оказывается недостаточно, то пускаем в ход подручные средства Вроде заточки, здоровенной палки, железного дрына или бутылки из-под пиваса Примечательно то, что от первого удара она разбивается и превращается в розочку После чего вы вольны воссоздать типичную ситуацию Вида симпатичная мадам идет домой после дискотеки в ПГТ Ну а если даже подручные средства не помогают То есть вариант, так сказать, мусорнуться И позвать друга из органов на помощь Как и в реальной жизни, возникшие проблемы решаются четко И прям так вот, чтоб наверняка Также не могу не отметить, что данная серия довольно прогрессивно двигала идею фриганства Ведь здоровье в ней пополнялось исключительно едой Вроде яблок или кусков мяса А где мы их находили? Правильно, в телефонных будках, уличных бачках, под кучей покрышек и прочих сомнительных местах Короче, Танюха довольна В плане выражена нас, как правило, выпускали Обычных шох, желтых шох Скажите, ведь не я один в детстве думал, что это перекрашенные черепахи-ниндзя? Всякого рода ежи-шаулинцев, эффектных мамзелей с кнутом и каких-то алкашей-факиров По одиночке никто из них не представляет угрозы Но все кардинально изменится, стоит их количеству слегка увеличиться Поэтому не забываем изречение одного серьезного парня Естественно, были и боссы Первый из них это некий итальянец Антонио Который швырялся в нас бумерангом, но на деле оказался обычной грушей для питья Второй это поехавший фанат Фредди Крюгера Который в стиле лагающего виндуса делал в игроках свежие отверстия И заставлял хорошенько так просраться в свое время Третьим была огромная тестостероновая туша по имени Абадетты Невзирая на огромную силу, он был тупым, как и типичный Алеша Качок Четвертым был огнедышущий и ширококосный Бонго Причем он был настолько широким, что возникало предчувствие, будто сейчас начнутся погромы У игроков вызывал исключительно попоболь Пятыми были близняшки Яша и Анихими Как вы могли заметить, это просто перерисованный спрайт Блейз И казалось, бля, сразу три вайфу на одном экране Чего ж тебе еще надо, собака? Это было вообще не так, но так, как кажется Они были самыми сложными за всю игру Арштейна, смог моего детства Как бы, да, здесь вот без шуток седалища они стирали просто в порошок И прежде чем говорить о финальном боссе, стоит сказать о вещах, которые ему предшествовали У серии Street of Rage было своего рода негласное правило Чтобы добраться до самого злого злодея, мы должны Долго подниматься на лифте Попасть в главную резиденцию Сломить оставшихся шох Кстати, обратите внимание, что главгад заботится о луке своих приближенных И, судя по всему, одевает их у лучших кутерье И пройти там полноценный босс раж А ты че думал, все так просто? Давай-ка по новой Антошу, этого кучерявого рейстлера не забудь Того националиста на массе И, конечно же, вот этих вот кос горных И вот только после всего этого мы можем воочию лицезреть злобного злодея с говорящим именем Мистер Икс Так как дядя он деловой, то сходу предлагает нам присоединиться И как сыр в масле кататься Не, ну а че, подумайте головой Время ща непростое, зарплата маленькая, подписчиков нет А в упаковках теперь 9 яиц вместо 10 Так что почему бы и не да Хах, пима в злодейскую паутину Вы только что нарушили одно из основных правил крутых парней Никогда не корешиться со злыми злодеями Так что давай падай вниз на 6 уровень и проходи всю эту пати по новой Какой бы вариант развития событий вы не выбрали Драться с злым днем все равно придется Так вот он, это лицетворение всего того беспредела устроенного на улицах Ведь мы шли сюда используя только кулаки А эта крыса сразу начинает шмалять из томигана То есть вы поняли Настоящие true альфа мужики всегда решают проблемы с собственными накачанными руками И не важно кто перед ними Крыса с автоматом Боевые роботы Женщины Ну или даже Пока вы смотрели данный видос Уровень вашего тестостерона уже подскочил минимум на 75% Но это еще не конец Мысленно умножайте все вышесказанное в два раза Ведь в этой серии присутствовал локальный кооператив на двух человек И вот этим вот казалось бы сейчас обыденным фактом серия окончательно взрывала мозг пацанам 90-х Ведь можно было зацепить своего братюню и на пару снимков Косплея Чака Норриса и Ван Дамма прописывать эпичные подачи в щи всяким преступным шохом И такой кооператив был поистине чем-то особенным для работяг Ведь нужно было Подгадать время когда телевизор был свободен Найти второй рабочий джойстик Убедить батю что вы не собираетесь сильно сажать кинескоп Увернуться от предложения маман накормить кореша Ведь время идет предательски быстро Нужно дойти хотя бы до пятого уровня где вы отъехали две недели назад И это при условии что в 7 часов вечера ваш друг уже должен быть у себя дома А нынешний молодняк психует что не может 5 минут в очереди на сервер подождать Ну и пожалуй последняя составляющая о которой стоит сказать Это конечно же музыка данной серии Я бы и не был собой если бы не отметил этот момент Как-то интересно получается что не игра на разборе То музыка громче глаза закрыта Так вот значит был такой парниша как Юза Кашира Что с самого начала участвовал в разработке данной серии Так как его маман была учительницей игры на фортепиано Он вырос талантливым музыкантом Понятное дело вопрос о композиторе был закрыт достаточно быстро Но вот проблема В каком же жанре должна звучать подобная игра И вновь проблема была решена практически сразу А все благодаря поездке Кашира в Лос-Анджелес в конце 80-х годов Прибывая там в одной из гостиниц он дико залипал в старый добрый MTV Которого в Японии понятное дело не было Тогда перед ним и открылся дивный мир электронной музыки Ведь на родине все еще угорали по классическому диско Закупив кучу кассет Кашира с головой ушел в новый и незнакомый для себя жанр Именно это событие и определило общее звучание серии Был ли этот саундтрек хорошим? Да даже в 2018 все еще проходят его живые выступления А сами треки перевыпускаются на всяких винилах Стоит ли говорить что Кашира на нем еще и карьеру себе сделал? И это была Street of Rage Игра которая задумалась как клон конкурента Но побившая его почти по всем параметрам Разнообразный геймплей, реиграбельность, атмосфера, балдежная музыка И отлично сделанный локальный кооператив Так что ничего удивительного что данная игра продолжает жить в сердцах фанатов По всему миру и по сей день Вы что реально подумали что это все? Ну уж нет Такой успешный проект как Street of Rage просто не мог остаться без продолжения Поэтому уже в декабре 1992 года на свет выходит Street of Rage 2 И к сожалению как оно часто случается с сиквелами продолжение Да лучше оно оказалось че я нагнетаю то Положа руку на сердце и свой старый мегадрайв заявляю авторитетно Street of Rage 2 лучшая номерная честь и одна из самых топовых игр на четвертом поколении приставок То что и так было сделано хорошо стало только лучше А немногочисленные косяки вроде слабого графона были оперативно исправлены Разнообразие вражеских шоу значительно выросло Такого тут теперь только нет Лысые модники, каратисты, анимешники, ниндзи, какая-то антинаучная хрень и так далее Понятное дело что и боссы не отстают Достаточно сказать что тут есть летающий на джетпаке наркоман Что атакует нас полетом супермена Да ребятки запомните Наркотики это плохо понятненько Хотя такая себе агитация Давайте лучше вот так Геймплей был также усовершенствован Противники обзавелись новыми атаками Некоторые из них научились ставить блоки И даже совершать брейкеры наших комбух Главные герои аналогично не ушли обиженными Помимо новых ударов каждый из них обзавелся особой ультой Что позволяло хорошо так дать по лицу злодею в обмен на часть здоровья Ульта кстати заменила собой полицейские арт-обстрелы с предыдущей части Вслед за графоном улучшились локации их разнообразия Хочешь привычной и родной атмосферы Вот тебе массовый замес подворотни бара Любишь хорроры? Да пожалуйста! Целая комната страха в твоем распоряжении Сердечко захотело эстетики? Бей с колена по лицу на фоне прекрасного морского заката Да че тут говорить, если данное творение даже на русский язык перевели Причем с частичкой такой Слав души Я не буду утверждать, что в детстве у меня был аналогичный перевод Но когда японских ниньс называют Сунь, хунь, хухры, мухры, сам, теперь, высунь, сухим А женщина с пониженной социальной ответственностью Киска и Манька Ну короче вы поняли Бонусом идет ставший мемом уровень сложности под названием мания Тяжко описать несведущему человеку, что он делает, но вкратце Игра становится максимально нечестной в отношении игрока Враги невероятно агрессивны, абсурдно быстры, с конскими хп-барами И их количество увеличено раза так в два, а то и три Как изрекал один своеобразный чувак Хрен его знает зачем тут эта сложность Но говорят кому-то нравится Следуя общей тенденции, лучше стала и музыка Сказалось длительное время провождения Юза Кашира в ночном клубе Йеллоу Где на пару со своим другом Матахиро Кавасимой Они продолжали угорать по электронике, клубнику и прочему Эйсид Хаусу Прокачали даже сюжет, который содержал в себе, как это сейчас принято говорить Личную драму Ведь слой злодей Мистер Икс вернулся Более того, он похитил нашего афроамериканского кореша Адама Отвез на личный остров и посадил его там на цепь Как-то это я даже не знаю Так как численность отряда просела, нам на помощь приходят сразу два новых персонажа Это Рестлер Макс и младший брат Адама с погонялом Скейт Геймплейно они представляют собой две крайности Пацан был самым быстрым и юрким, но бил крайне слабо В противоположность ему, Максим еле волочил ногами Но если успевал кого-то схватить, то... Но это сразу Рафлан поминки, так как дамаху наносил поистине конский Обобщая все вышесказанное, получилась воистину игра не хочу Лебединая песня всей серии Хрен его знает, к чему тут вообще можно придраться Ну, разве что облик няшки Блейз они как-то всрали Учитывая такой колоссальный успех, игра автоматом получает сиквел И вот уже в марте 1994 года выходит Street of Rage 3 И тут поймите меня правильно Я знаю, что у нее полно фанатов, но даже они не будут отрицать Игра получилась по крайней мере спорной Сложно сказать в чем ее проблема Сжатые сроки, ограничения приставки Или желание разработчиков постоянно экспериментировать Вроде бы все как надо Новые враги, боссы, играбельные персонажи и механики Вроде вертикальных перекатов, что позволяли доджить врагов Но в то же время игра стала какой-то кислотной что ли Геймплей стал ощутимо быстрее Но из-за этого удары теперь ощущались как какие-то пощечины едва наносящие урон Подручные средства мало того, что потеряли былую эффективность Так они еще и ломаются после пары ударов Да даже музыка в этот раз звучала как какие-то кислотные си-сэмплы из реверснутых пупов Однозначно удивляла подача сюжета Ведь еще до выхода Контра Хард Корпс Стрит оф Рейдж 3 имела сюжетные разбилки И менялась в зависимости от действия игрока А вот сам сюжет как по мне начал немного фестивалить Если раньше это была такая простая, но мужицкая история То теперь это какое-то аниме про коварных ученых, роботов и прочее Never Ask for This Личным оскорблением считаю тот факт, что огнестрел теперь появился даже у обычных шок В центре же истории лежит открытие нового взрывного вещества Что уже успело разок бабахнуть и устроить локальный Вьетнам на тысячи человек На этом фоне также исчезает русский генерал Иван Петров Да и вообще, кажется скоро War and Ever Change произойдет Все бы ничего, но такой сюжет был далеко не у всех Ведь японский оригинал прилично отличался от версии, что получили Гайдзины В ней старались избегать названия взрывчатки Планы злодеев были уже не такими грандиозными Да и всякий шок-контент вроде фотографии разрушенного города был удален Кстати о вырезанном контенте В качестве одного из боссов в игре присутствовал фанат персона Дэн Прошу прощения ЛГБТ-сообщества за подобное сравнение Гомосексуалист по имени Эш И из английской версии он был удален Иронично, но японцы боялись, что Джоны не оценят такой высокий уровень прогрессивности Эх Если бы мы знали Помимо этого была еще парочка довольно странных отличий Одежду главных героев внезапно перекрасили в иные цвета Саму игру зачем-то усложнили А полноценное прохождение доступно только на нормале и выше Пусть игра и не смогла повторить успеха предыдущих частей Это все еще был отличный битэмап В который не было стыдно играть с пацанами, женщиной или даже с батей Однако именно тут и была поставлена жирная точка Серия официально отметилась в последний раз и ушла в небытие Мда уж Четверть века это тебе не шутки Приходит осознание, что овощи это довольно вкусно Диплом все так же бесполезен А счастливо вместе уже не воспринимается как гипертрофированная и глупая пародия Так вот Это был обычный день в августе 2018 Я сидел на каком-то игровом сайте и пытался доказать Что Вилл Рок не такая уж старая и плохая игра Как вдруг в новостной ленте я увидел его Короче, суть и реакцию вы поняли Была анонсирована полноценная четвертая часть некогда великой игры Но-но-но-но-но-но Мой хайп снизился крайне быстро И сменился скорее на грустное беспокойство Нет же, не поймите неправильно Выглядит шикарно Балдежный стиль Старые враги Борода Акселя А обновленная Блэйсфилдинг моментально перестроила мой личный вайфу тир Дело тут совершенно в другом И зовется оно Стрит оф Рейдж ремейк И если честно, я даже не знаю с чего тут начать Понятное дело, что после выхода Стрит оф Рейдж 3 были попытки продолжить серию Как-то ее переосмыслить, запилить на новые консоли и тому подобное Только вот все это так долго буксовало Переделывалось и отменялось Что серия канула в небытие Но ведь остались еще и фанаты Которые оперативно начали делать неофициальные продолжения По мотивчике и всякое такое Только вот Получалось в большинстве случаев Мягко говоря Мех Глядя на такую плачевную ситуацию В дело вступают ИСПАНЦЫ Небольшой коллектив разработчиков-фанатов из Испании Решили показать всему миру, как надо классику делать И назвав себя Bomber Games В течение 10 лет работали над полировкой и улучшением серий Стрит оф Рейдж Сказать, что это был ВИН, это не сказать ничего Игра представляет собой логичную компиляцию всех трех игр серий Из них взяли лучшее, а слабые спорные моменты были пофикшены Либо же полностью переделаны Будучи фанатами серии, они прекрасно понимали Что игрокам нравится, а что лучше убрать с глаз долой Список изменений тут поистине огромен Улучшенная графика, переделанные анимации, новый искусственный интеллект, автосейвы Были восстановлены вырезанные уровни и механики Огромное количество оружия и приемов с ними Нелинейность в прохождении, 40 заставок, около 8 концовок и 12 только основных персонажей Пятерка музыкантов мало того, что писала новые треки Так еще замиксовала и переделала абсолютно все старые Причем звучат они, если не лучше, то уж точно на уровне с оригиналом Затронуты были даже такие мелочи, как отражение персонажей в стеклянных витринах И наличие у транспортных средств водителя, если вы не играете за человека Нам дозволено полностью кастомизировать игру и настраивать ее под любой вкус Гибкая система настроек позволяет менять даже тип прыжков Не нравится, как выглядит персонаж? Одно нажатие и проблема решена Плюс в специальном редакторе мы можем менять даже их раскраску Но и это еще не все Отдельного упоминания заслуживает SORMAKER Это удобный и простой в освоении редактор, что позволяет без труда редактировать, создавать и добавлять новые фишки в и так расширенную игру Стоит ли говорить о том, какое количество модификаций существует на эту игру? Тут вы найдете все От полного издевательства и трэша до полноценных сюжетных кампаний и новых персонажей Учитывая все вышесказанное, думаю вы догадались, почему я так напрягся в отношении анонса Street of Rage 4 Что иронично, европейский отдел Sega, когда узнал про ремейк, поступил по классике жанра Создатели заставили прекратить разработку и модернизацию проекта, удалить ссылку на скачивание игры со своего сайта, а также призвать игроков не распространять имеющиеся на руках копии игры Поэтому слушайте сюда, не гуглите данную игру и не пытайтесь скачать ее из интернета, ведь там ее абсолютно точно, вот прям 100% мамой клянусь нет И вообще, пиратить грешно Батя после Адамовского И лично разбить лицо мистеру Икс было настоящим делом чести, чем-то на уровне с победой над Шауканом Что примечательно, игра влияла и на реальные жизни тоже, ведь все хотели быть крутым как Адам, бицуху как у Акселя и подругу как Блейз Следовательно, толпой штурмовали подвальные секции и качалки, делали, а после школы устраивали свой мини-ахмат В результате чего, народ не представлял собой кучку зумеров, что боится выйти до магаза без отвертки в кармане Были даже попытки фанатских экранизаций данной серии Серьезно, пошерстите ютуб, вы удивитесь, как много там фан-фильмов разной степени кринжа Проще говоря, это был один из трендов 90-х, наравне с подражанием Шварценеггеру и фильмом вроде Рокки Но если оставить все эти бумерские воспоминания, то стоит ли рекомендовать молодой аудитории данное творение? Уверенно сказать нельзя Уж слишком много времени прошло с тех пор, я прекрасно осознаю, что подобным битэмапам попросту нет места в современном мире Для верности начните с чего-нибудь поновее, якудзы например Учитывая, что на ПК присутствует уже две части, суть жанра вы уловите быстро Если же решили сразу брать БК за рога, то настоятельно рекомендую начать с ремейка Так как сделано шарящими фанатами, старательно, кропотливо, с душой и возможно даже частичкой тела Официальные номерные части я также советую, но предельно осторожно Все-таки это полноценные музейные экспонаты, что своим возрастом могут быть старше вас Но все же Такой поступок характеризует не мальчика, но мужа На этом и закончим Честно сказать я удивлен, что видео опять получилось таким объемным Ведь я старался ужимать его как только можно В результате чего рассказано было ну процентов 60 от изначальной задумки Так что идите дальше и изучайте это дело самостоятельно Если же нет, то хотя бы вспоминайте этого true all da И время от времени поднимайте чарочку в его честь Кстати, а знаете кто был true авторитетами данной игры и получал все женское внимание в то время? Те, кто умели делать так Ставь лукрец, если все еще помнишь как приземляться на ноги Подписка, лайк, репост и комментарий не только тешит мою честь све Но и ускоряет выход новых видео Обнял по-братски, убежал Субтитры сделал DimaTorzok